Привет дорогой зритель, с тобой снова сэр Валенард и сэр Холмс и это Diablo 2. Ну конечно, как же может наш канал обойтись без этого? Ведь это наверное, точнее не наверное, действительно, это самое главное RPG в истории вообще игровой индустрии, прародительница и так далее, и пройти её мы просто обязаны, тем более на нашем канале. Ну долго мы тут не будем мусорить, сразу приступим к квестам. Да, всё верно, нужно бежать квесты, а там тётушка Акара даст сразу квест, что на Акара, что логово зла и всё, и пошли. Собственно, суть в чём, мы имеем, на самом деле, конечно, все эти диалоги проскипываются всегда, довольно постоянно, нормальное дело. А, да, сейчас каждый из героев скажет свою фразу с Фидманом, при входе в локацию. Ну, собственно, что. Мы имеем диабаз с миром фэнтезийным, в котором случился Diablo. Ябл случился в первой части. Ману, пожалуйста, мне избудите. Ну, хотела бы мне. Потом передал. Собственно, он находился в подземелье, как он туда попал, это отдельная история, но суть в том, что он там находился, вот, и потом главные герои его оттуда выбили. После выкова он некоторое время путём коварного порабощения главных героев из первой части, он выбрался, и вот, собственно, последствия того выбирания из своего заточения, мы имеем радость разгребать. Собственно говоря, мы идём по ходу следования Diablo и его братьев. Ну, о чём мы пока не знаем, но... А вот это он на восток, да, что-то там? Странник тёмный какой-то двигается постоянно на восток. Я тут смотрел вступительные ролики, но не очень понял, что к чему. Да, именно так. Diablo представляет собой мужика с камнем богу, который двигается, 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 потом двигается, честно не помню, но... Он двигается на восток, вот я вот только не понимаю, почему именно на восток, что он забыл на востоке. Двигается по своим злым делам. Ну, история умалчивает, в общем, да? Да, но он, в общем-то, хочет, что он, по-моему, он пытается добраться до... Честно, нет, не помню, вообще не помню, да, зачем. Добраться, но суть в чём, он поступил. Мы это выясним, да? Да, двигается к своему брату, по-моему, к Мефистофилу. Ну, в принципе, мы не должны знать чего-то большего пока что. Двигается, в востоке двигается, нам надо его, получается, догнать и покачать. Да, и суть в том, что он прошёлся по местам обители вот этих воинствующих феминисток, то бишь амазонок и... Так, покачаюсь без креативов. Так, и да, и они, в общем-то, пострадали до того нашествия. Он прошёлся, он выпилил их монастырь, в котором они обитали. О, сколетиком его убили, печалька. Да, и посетил там княжеч... ...демонессу по имени Андориэль. Которую нам предстоит выпилить в конце шестого креста. Ну, ай, заспойлерил всё. Не вижу смысла. Спойлерить в игру — это реально честно. Будем с твой по этому проходить. Игры, которых ты не знаешь, ничего внушит. Есть у тебя такая черта спойлерить. Я имею свойство ознакомливаться со всем. Да, у меня совершенно полный резист к спойлерам. Стопроцентная неуязвимость по этому. Но если я встречаю спойлер, то я совершенно не беспокоюсь на мерчат. Вот. Ну, собственно, так. У меня, собственно, тоже чуть-чуть, только чуть-чуть. О, это полезная стучка. Монтальная аука — это тоже полезная. А скажи, почему Diablo 1 пользуется меньшей популярностью? Точнее, не так сильно зашло, как Diablo 2. Точнее, это да. Тут у нас, видимо, всё будет строиться. Вот вещь? Или у тебя есть ещё? Чего? Ты же можешь, кстати, двумя махать палками. А, да. Не в курсе. Да. Так вот. Видимо, сразу наша структура беседы позиционируется. Я как знаток Diablo, хотя на самом деле я не знаток. Не, почему, я просто сам не знаю, у тебя спрашиваю, мало ли ты знаешь. Я слегка знаток, игра была популярна в период моего, скажем так, отрочества, поэтому я довольно много провёл. Да, вот эта игра, собственно, с неё-то и началось всё это задрозство и так далее. С первой, да? Нет, со второй, со второй. Первая, кстати, вот это о вопросе, почему первая не так популярна. Потому что первая не настолько, ну, как во мне, в ней не настолько широко раскрыта, и нет столько фишек, сколько есть во второй. Меньше классов, собственно, достаточно примитивное строение игры. А вот, кстати, мы нашли модуль. Пойдём сразу? Да, ну чё медлить-то. Собственно, здесь нужно всех убить. Всё просто. До приятного просто. Итак, да, первая часть игры представляет собой набор подземелья, уровней подземелья, которые нужно постепенно двигаться. Да, кстати, советик такой не прокачивается. А, я знаю. Итак, набор подземелий, всё довольно однообразно. Да и плюс к тому же, я бы не сказал, что очень просто. Я бы даже сказал, что с какой-то степенью слабенько. Потому что, например, не продаётся, хотя здесь тоже не продаётся. Там, взяли маны, нельзя бегать, если без них не отправить. Вот. И, в общем, тут такая довольно игра недружелюбная игроку, как по мне. Весьма хардкорная, особенно за что я любима. Да, она стала классикой. Да, ну а Диабло, естественно, Диабло 2 уже невозможно совместить с первой, потому что мы получаем невероятно открытый мир. По сравнению с первой частью. Вот. Мои скелетики развиваются. Да, кстати, пара стопового персонажа. Я... Вообще, у меня проблема с прокачкой какого-то конкретного. Мне очень сложно сосредоточиться на чём-то одном. Но я решил сосредоточиться на призыве. То есть я буду призывать толпы. Призыв. У некроманта атакующие заклинания там, в общем-то, есть, но... Надо будет, кстати, ещё изучить этот вопрос получше. Ну чё-то, Кобер или... Я перегружу. Нажимаем драмию. Могу взять я? А я уже её взял. Ну вот. Поэтому я буду сосредоточиваться на призыве. Кстати, уже время поднять навык. Яды кости я буду прокачивать и призыв. То есть стрельбу прокачивать не буду. Подниму-ка я мастерство волнения скелета. Спасибо для меня. А ты вообще проходил до конца Диабло 2? Ну как, тут просто довольно прохождение до конца весьма особо. Я могу сказать, что я... Ну, убивал последнего босса. Это страшные звуки раздаются у меня. Из подземелья. Что-то доносится. Удары глухие. Ну так вот. Пройти Диабло... Его можно-то пройти. Есть три военные сложности. Норма, Кошмар и Ад. Собственно, ты считаешься... Считаешься прошедшим всю игру. Когда ты... Прошел... Все три военные сложности. Я не проходил никогда Ад. Там же есть такая... Довольно хардкорная комбинация. Называется... Крутикмен. Мы могли бы в нее сыграть. Но я думаю... Пока что это рановато. Потому что... Она рекомендует играть для... Очень... Суровых игроков. Но, действительно, она очень сильно. Я пытался не играть. И... Я быстро передумал. Эээ... Ну вот, да. Поэтому... А что касается нормы, да. Проходил... 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 Все пять городов. В конце итоге... Ну... У камня мира я его убивал. Баала я его... Коварные планы. Все это... Все это по наблюдениям... Тиреэля. Очень тонкого тролля. Кстати, этот персонаж... Архангел. Он меня очень сильно раздражает. Потому что... Он позиционирует себя... Явно... Не вмешается... Не вмешается... В дела... Смерть. Поэтому... Он ничего не делает. Это... То есть... Он просто стоит из него. Был еще только потрачен. По космике я, пожалуй, задаю себе. Это рубил, ага. О, да. Да... Да... Такое... Мои рассуждения... Тире или тире... Мне не нравится, потому что... Он ничего не делает. Он может? Он не делает. Естественно, если бы он что-то делал... То... Надо бы делать было нечего. Так... У меня какая-то скотина... Их не спешит. Получай. 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 Красное человечество. Так... О, где это основание? Быстро здесь уровень идёт, да? Ну... Начальные уровни... Это всё. Ну... Очень просто. Так... Тут вот маленькая... О! Так довольно... Такая большая толпа. А у меня-то... Скелетиков-то... Скелетики-то мои произносились. Так... Крысы уже бегают. Ой... Только пособирать решил. О! Кожаные перчатки. Собственно, нам нужно ввести вверх. Судя по карте. Ну да. Много музла... Да... Как же... Какое ностальгическое издание. Ну, в общем-то, любое издание для меня. Я думаю, мы ограничимся прохождением просто. На норму или... Да, честно говоря, нет смысла проходить одно и то же полного раз. То есть, всё отличается только на стримах... Сложности. То есть, если желание будет. Какой-то амулет. Какой-то амулет. Амулеты подбирай. Сейчас. Ну, эта штука нужна. Качественная дубина. Дай-ка я дубину у нас тут пора. Ты можешь, так сказать, их по два вообще-то не заброшить. Варвар. Да, тебе на... Насколько я знаю про Варвара, Варвара главная фишка его этап. Есть бесполезные перки. Лабуки, точнее, такие как... Ну, я уже изучил это всё. Дела можешь не рассказывать. А, отлично. Я, кстати, вообще ни разу где было не проходил. Она как-то мимо меня прошла в своё время. В первую я играл как-то. Вообще, давно-давно было там. В году в двухтысячном, если не соврать. Где-то на компьютере, на древнем, у мамы на работе там. Вообще, такие даже приятные воспоминания. А уже очень давние. Да. Я в Диаболу... Первое я поиграл после Диаболу второго. И, естественно, мне она очень сильно понравилась. Потому что, ну... Это мне отдавалось какое-то такое. Она мне казалась очень-очень хардкорной игрой. Ну, какое она, собственно говоря, и есть, на мой взгляд. Поэтому... Она и запомнилась. Ну, у меня тогда тоже заканчивается стамина. Чем заканчивается? Ну, здесь заканчивается стамина. А. Здесь нужно время и время выходить. Ну, да. Глоточка реализма. Да. И так. Забавно ходит. Лагерь бродяк. Сейчас нам Макара даст очко. Одно еще умение. Макара даст очко. Да, дадим Макаре всякую ерунду. Возлая очищена. Так. Теперь держи. Всякую. Вяку. Так. Треснувшая дубина. Да. Я, кстати, рекомендую не забывать прокачивать. Ага. Два. Два. Вот так. Может быть пострелять? Хотя нет. Я не вижу смысла тренировать на это. Так. Смотрю. У меня есть гремучие зелья. Вообще. Да, это продаваем. Ну, ты можешь покидать. Если как бы любишь извращение, то можно ерунду тратить. Время неохота. Так. А еще, кстати, что приятно. была обведена такая восхитительная. Просто в истину невероятно приятная овечка. У меня с кольцом плюс 20 к уровню атаки. Я думаю, тебе оно нужнее, чем мне. Надо починиться. А, может оружие какое приобрести. Мне будет необходимо приобрести... А, выложить... Вложить камни, приобрести камни. Я обещаю. И нужно покупать первым делом. И камушки. Камушки складывать в шундук, когда он у нас появится. Восхитительный характерический куб. Мы будем все это вместе свой куплять. А. Да. И денежки, кстати. Не забывай их складывать в шундук. Сейчас. Ибо в случае выпиливания нас пластмассовыми тварями... На камушки ведь можно вставлять предметы. Можно. Лучше вставлять камушки толстые. Камушки толстые? Ну да, когда они уже накрафчены, когда их уже много у тебя. А они большие, большие. Вот тогда да. А, вон как. Не, можно конечно побаловаться для первого города. Побаловаться. Махань тебя. Ладно, я пока покупать ничего не буду. А, сейчас, одну секунду. Только я тебе дам кольцо. Где бегришь? А, ты учишься. Не забывай чинить оборудование. Да, чиню. А, давай с помощью торга. Я тебе хочу зелье, маны сбагрить все. Бросай их торг. А, сейчас. Ты кольцо подобрал? Да. Что за кольцо-то? А, уравнял. Вот, хорошее. Да, хорошее. Так, а ключи нужны, чтобы открывать сундуки, да? Которые встречаются постоянно. Да, а еще, кстати, у Чарси гораздо дороже стоят свечи. Насколько я вижу. Может быть я ошибаюсь, конечно. Так, кинжал на этой плавице, я думаю, побрел. Так, списывайся. Да, я говорю, я хочу алебарды себе. А, алебард, да? Хорошо. Как бы я... То есть ты не будешь двуручную лужу прокачать, да? А, алебарды же. А, да, да. Тут есть двуручный класс. То есть вавра может таскать два двуручных качата? Нет, я хочу алебарды таскать. Хорошо. Это нестандартно. В общем-то я это приветствую. Это интересно. Да. Дело все еще в том, что у варвара классная фишка в скорости атаки. У него имеет смысл прокачивать навыки на скорость атаки, тогда она достигает безумных количеств, безумных величин и ты начинаешь просто аннигилировать все. Я, в общем-то, готов идти дальше. А, да. Сейчас я куплю своих поясов там. Бутылочки сложить. Может ты купить что-нибудь? Ну, я бы тебе предлагал купить пояс, например. Там десять поясов выплыло в подземелье, ты ни одного не увидел. Ну, видимо, я ни одного не жал. Я достаточно, как ты знаешь, собственно, теперь все это знают. Я довольно клептоманист в RPG-ах, поэтому я стараюсь подбирать все сразу, что плохо лежит, все что хорошо лежит тоже. Идет бездонную нишу инвентаря, но размер инвентаря ограничивает жадность. Так, следующее здание нужно взять, кстати, в него. У меня уже взял. Оно есть, да, у нас? А, да. Открыто за него нам дадут бабу. Я вообще недавно начал играть в Diablo 2. И начал играть в него так же, как в Neverwinter. Это было забавно вообще. Я думал, что вот, надо потихоньку зачищать каждую локацию. И каково было мое удивление, когда враги появились заново там. Я даже не знал, что они спаунятся здесь. Это было смешно. Да, но насчет массового выпиливания, то, в общем-то, это тоже... И тогда ко мне пришло осознание, что надо просто бежать вперед, всех убивать, и ты и так ничего не пропустишь. Да, еще, кстати, Diablo очень примечательно, в том, что она наслежит в себе хрестоматийный набор эталонный, я бы даже сказал, набор классов. То есть мы видим магов, мы видим мага разрушения, классического мага смерти и мага призыва, то есть некроманта. О, это полезное, надо брать. Мы видим милишников, паладинов, варваров, ориентированных на разные штуки. О, я вижу. Я вижу патрульного. Привет, Флави. Я знаю, ты охраняешь здесь нас от никело, поэтому мы идем дальше. Или ты решил выйти дальше? А я тут немного затупил. В общем-то, Мейка с левой и пацаны пошли вот так, вот так, поотталактированным. Все? Ну, если у тебя он горит, так, увижу уникального монстра. О, Бешубош. Бешубош тоже вызывает ностальгию, ровно. Бешубош. Ох. Серьезно, все полетело. Сейчас я посмотрю, что не занят. Может быть, это тебе пригодится больше. Тут предмет распознается исключительно с помощью свитков или у кого-то есть? Да, с помощью свитков. Когда мы спасем старичка Каина, он будет нам это все делать на халяву. А то не тот из ролика? А этот тот из ролика. Судя по ролику, у него там не очень хорошо дела идут. Да, печально, он сидит в пятке сейчас. Плюс два здоровья, четырех мани, это не у себя. Это правда. Перчаточки идентифицированы. Поднимаем. Что вам? Пожалуйста. Повторите. Идет. Чудесно. Так, что у нас тут есть дальше? Домик? Пацаны? Домик и куча пацанов, которые меня окружили тут. Мохнатый товарищ. Так. Так. Да что ж я не могу там прицелиться на монет, а? А, тут появились, кстати, падшие женщины. Это не то, о чем мы могли подумать. Падшие женщины здесь имеют место быть, поскольку они, увы, но пали. Ну, простите. Мне это плачущие в стороне кэп. Ну, да. Они пали под нагрением злобной Андориэль, которая сделала их серыми и неказистыми. Слушай, а ты не подбирал перчаток в случае? Что? Ну, у меня они есть какие-то. Ну, все, и они на мне. А, можем зайти в пещеру, кстати, здесь есть пещер уровень 1. Либо же можем пройти... Пещера? Пошли в пещеру. Ну, да. Как это, пропустить пещеру? Я уже в... Тут не топы прилетают. Давай скорее сюда. Еще уровень 1, что говорит нам о том, что у меня есть уровень 2. А, а вот... О, синие. Синие будет. Насколько я помню, Diablo 1, а она... Все сучи. Слушай, на кастыню уже. Так, почему мне пользоваться зельями? Ой-ой-ой. Вообще накостылилась. Все, я его убил. Да и не зелья себе. Это было близко. Че ж они такие? Так, надо поставить кое-чего. Плюс... О, плюс... 10 к скорости произнесения заклинаний, плюс... Четыре команды, отлично. Тот же код. Взяли маны сейчас не настолько нужны, как взяли. Взяли. Так, Илья, тут толстые монстрюги. Нет. Это Diablo. Да, так вот. Насчет каноничности персонажей. Они очень... Это... Ну вот. И после того, как они появились... Эти клоны... Стали очень массовыми. Я помню, один есть. Он даже у меня установлен, как же он называется. Ну... А прокачивая зубки. А есть тут смысл придумать историю своим персонажем? Эээ... нет-нет, потому что она уже придумана. Да? Да, конечно, у каждого есть своя история. А где можно с ней ознакомиться? Потому что как-то игра не дает такой возможности. Да где-то загуглить. Загуглить? Ну да. А ты еще рассказывал, что... Персонажи первой части... Да. Персонажи первой части, они... Их издала печальная участь. Они стали... Диабло их поработил. Вот. Он ими овладел. И... Эээ... Я бы даже сказал, овладел с разбегом. И... После этого... А вот на тебе. Табельное оружие. Я не забыл дома. Получай. Морда красная. Так. Эээ... Их... Их постигла печальная участь. Они стали наймитами Диабло. Причем наймитами никакими-то такими... Объясно рядовыми. Собственно, второе задание это... Мы идем убивать кровавого ворона. Который является тем не менее как... Лучницей. Одним из наших попаганистов первой части. Лучница стала кровавым вороном. То есть ее совратили. Ну все таки да. Так... Эээ... То есть первое Диабло заканчивается... Плохо. Да. Воин. Из Диабло. Насколько я помню. Воин из Диабло. Это собственно есть сам Диабло. То есть его человеческое обличие. Может быть я ошибаюсь. Но по-моему это таки есть. А в маг. Маг из Диабло. Мы встречаем его во втором городе. Он сидит все равно под измерением и ее также. И нам будет нужно его выпилить. Предполагается что... Герои работали втроем. Все вместе. И... Собственно все вместе. Постегло участь. Стать нэмитами Диабло. Диабло. В общем все печально. Диабло. Нужно спрыгать с планеты весело. Да. Все весьма печально. Ну. Как бы. Они хоть его выпилили. Но нужно было поддаваться. Точнее. Не поддаваться соблазну. Бронюза может поднять. Может быть. Вот там. У меня получится. Да. Просто нужно было. Не тупить. И... Камушек. Не вставлять себе в жбан. А вот. Воин. Соблазнился. И решил. Соблазнился. Да. Не продезинфицировал. Начало. Даже об штанино. Я уверен. Не против. Еще как раз. Так. Мы будем начинать их. Гасить. Вот так. Какая-то орлиная сфера. Это для волшебницы. Это для волшебницы. Что ты не можешь нести больше? Дэнс. Дай ты. На. Я нашел шамана. Да уж. Веселая рука. Это дьявол. Нож. Я перегружен. Я не могу больше. Чувак. Ты не можешь. Я знаю. Всякая фигня. Да. Время для времени нужно будет уходить в город. Для того чтобы... продаться. Как это называемое. Так. нужно будет ходить в город продаваться может резиновый это печально но это придает некоторого реализма мы же понимаем зато можно часто бегать на чё там стал я с инвентарем тут разбирался можно же воспользоваться надо продать все эти дела это не дело не так полный все забьется нет еще у нее по идее должен потому что раз есть первый может быть мой варвар такая задача на вышел из портала неопознанные всякие у тебя есть свитки а вот у меня уж самого есть а ты их можешь купить окор с 1 ману о забавная попалась дубинка прибавляет плюс один команде после каждого убийства я не знаю больше пользоваться криками прыжки кстати буду пользоваться так палочки окипаться недорогие гласно хочу покупать так что то что я хотел спрятать все а да свитки ты купить талисман и деньги положить не забыть так мы обратно сможем телепортироваться ну да только ты первый сейчас она не может идентифицировать непосредственно сама ренда покупать обязательно нет не может это средневековые какие могут быть отношения на ресурсы малый талисман шока дополнительно 1 4 единицы урона от молнии что это значит а что пока ты его таскаешь с собой у тебя будет 1 4 единицы дополнительный урон он только с девятого уровня правда ну ничего потаскаешь ты мог пока сундук положить кстати мог ладно потом да мне что еще сказать я была лорд of destruction дало нам кучу всяких прикольных фишек потому что в оригинальном не было много чего не было не было этого города не было еще двух классов рискнули вести два усредневных класса друид и наемница кстати не любопытно весьма друид считает себя он может превращаться мы можем москве он может превращаться медведя и наемница который из гранаты ловушки чего всего интересного я никогда и особо не играл можно когда-нибудь забавно поврежденный кинжал я постоянно читаю побежденный так вот пацаны какие пацаны у тебя у меня заметно или так не забывай лечиться лечусь лечусь как меня осадили да кто такой вредный а вот это ворон когда это замедление пройдет уже есть баночка которая может повлечь у вас нет о интересно серьезно что это интересно сразу замедляют и отбегают типично типично стреляют издалека а ты прямо во время боя успеваешь подбирать всякие ништяки да да папочка альф помогает мне очень серьезно даже в таких вредственных боях конечно порой это полезно подобрать пару зелий так у меня есть щит оптический ты со щитом докажешь или с двой палкой докажешь? с двумя ладно я возьму вот этот бесполезный и я его продам так все значит мы победили или нет мы победили или нет ну локально победили и так еще четыре города впереди а смешно пошли ой тут еще толп ай-яй-яй ай-яй перепутал клавиши горячий ай-яй перепутал клавиши горячий слушай щас бьет это прыгаешь от тела бьет ой нет ой нет у меня кончились все зелья восстановления здоровья потому что ты их все так что мне делать эскейп Нет, иди в портал Поверяйся Поверяйся заново Появился Повелся, прыгай Повелся, прыгай Тебе нужно отзвачивать Зацепить Деньги Всё Банок я тебе сейчас зацеплю Слушай, тут какой-то душераздирающий болотник и меня опять убивают Уходи Ушёл Давай ещё вот сюда, вот иди ко мне Всё, я здесь Держи Тактическая рекогностировка Спасибо Завуки Первые сложности И, кстати, можешь в них покидать банками, если хочешь А, да я их продал все Всё, получай Теперь Разделяющий болотник Это ж надо было так называться У тебя две банки там осталось Так У тебя какая защита на куртке? Так Ммм, повышенная защита просто плюс одиннадцать процентов Ну А защита самая по факту какая? Тринадцать Ммм, ну ладно У меня просто нахлеско похоже на есть Ну ладно Пойдёт так Ещё одно направление осталось А что нам дадут за зачистку это? Да ничего Экспадет А, экспадет Разовое большое количество Не, ну как Нам не дадут за то, что Просто Найдём и убьём остров И мы там заберём Такс Ну ладно Не, может быть мы здесь Найдём прям на сундучок Большой и толстый С кучей всего Ммм Это вам не обливиан Да Там где мы в конце надёжным Убилку Да? Где мы в конце надёжным Убилку Латунную Тут даже не нужны никакие моды А, ну да Вон, вон прохват урыли так все где-то еще мы какие-то кстати вот взрыв трупа есть хорошая что как раз изречу я себя пойдет на f3 все идем взрыв трупы это классно ой ой помехи помехи прошли так тут бегает пацан что-то я отстал суши прокачка это дело такое не торопиться с выбором я кажется заблудился надо идти на северо-запад да а мы не знаю давай выберем куда мы будем идти я иду на северо-запад я в пещере все еще так все пошел я наверно к выходу иду ты говорил что тут есть два уровня ты на втором уровне не знаю да на первого я зашел я вижу тебя возле выхода и думал зашел зашел и начался убивать блин я вообще пришел в тупик не тянут дальше просто проклятие сейчас тогда дорогой зритель вернусь к тебе когда доберусь до вала и мы снова здесь дорогой зритель так как это города и продолжаем рубилова просто молча всех убиваем какой-то тут крутой сундук нашел на меси короткий меч наверное какой-то крутой меч такой сундук находишь он из него вылетает туча предметов дочь в этом побываем еще еще так по моему это это все весьма непродолжительно точно оказалось путешествие да какие-то тупики и семью золото напоминает мне обливи он же да только я не знаю все же так забавно держит кинжальчик этот я не могу нести больше собственно мы это все зачистили поэтому до перезагрузки сервера здесь никто не появится да и после варвар злобный смотри на меня маньяк он нож держит я перегружен он держит нож обратным хватом а дубину обычно ну да я бы удивился если бы он дубину обратным держал слабоумный варвар маньяк ну почему же для тех кто смотрит кто смотрит и группы столов да прежде всего кто смотрит если кто помнит битву башни радости сервера дейн сражаясь с небом старком я не могу нести больше взял второй меч братом хватом не ну у меня что-то понятно дубину крайне нетипично для как так и западных рыцарей он же наверно не весь бой так провел с ним нет не весь вот я об этом и говорю ой как они орут получать я перед другом все я даже гремучее зелье не могу взять а что выгоднее таскать стрелы или дротики на продажу ничего вообще не подбирать их выбрасывать их нафиг не брать а тут та же дрожка стрелы а если вы только качественный дротик да то же так а мы куда вообще идем мы ищем кладбище места занимает много а долгу экономического мало слушай подожди то есть на этой локации уже будет босс да не совсем на этой на этой локации будет локация в которой будет босс а а вон она что здесь мы найдем проход мы сейчас на холодных арминах мы здесь найдем проход на кладбище вот там не лучше кстати похоже на проход я вижу заколол падшего ударом в глаз кинжала как да а он такой на стол написал завещание о лимон представил как падший сидит и пишет завещание Да, такое бывает, наверное, как-то. Почему все такие зоны качественные, а? Да, а то мы так убиваем их, не задумываясь, они, может, умные ребята. Я думаю, что они увлечут интеллектом, однако... Так, я не думаю, что мы здесь вот сейчас что-то найдем особенно ценное. Да? Мне так кажется. Вон нужно было обратить внимание. Ну тогда, знаешь, что я предлагаю? Предлагаю тогда на этом закруглиться и искать что-то ценное уже в следующей серии. Так, вот сейчас добьем этих товарищей, заголим их ударами в глаз меткими. Тык! Тык! Как я его... Ну и, дорогой наш зритель, спасибо, что был сегодня с нами. Встретимся с тобой в следующих сериях. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, как это принято говорить. Всем пока! 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 Пока!